В читальном зале Института культуры научная библиотека представляет выставку, которая посвящена 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне – битве на Курской дуге, в Чедном дыму. Курская дуга – это межтозасточенный боев Красной армии с германским вермахтом. Курская битва продлилась с 5 июля по 23 августа. Битва была первым сражением Второй мировой войны, в котором в максимальном количестве были задействованы танки, стоя с другой стороны, более 1200. 12 июля 1943 года произошло знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Вы видите карту этого сражения. Курскую битву многие историки считают переломным моментом в войне. С этого времени, после сражения под Прохоровкой, наши войска шли только вперед. После взятия Харькова 23 августа окончательно были разбиты немецкие войска. Операция «Цитадель» была проиграна немцами. В этом разделе представлены книги о Курской дуге, представлены стихи наших русских советских поэтов. Книга Алексеева, книга Ананьева «Танки идут ромбом», стихи Далматовского, Александра Межерова, «В подбитом танке», Твардовский. Очень интересная поэма Игоря Чернухина «Русское поле». Позвольте прочитать четыре строчки об этом. На Прохоровском направлении мертвые танки стоят. На Прохоровском направлении не видно нигде солдат. Стоит тишина, после боя атаки трубач не поет. Над мертвым над черным полем кружит и кружит воронье. В этом разделе выставки мы видим книги, посвященные тюменцам на Курской дуге. Это интересная книга тюменского издательства «Солдаты Победы», в которой отражена судьба и подвиги солдат. Солдаты были разведчиками, солдаты были минометчиками, это были телефонисты. Это была та гвардия, которая помогала делать успех в этой войне.